Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в гости студия Московского Педагогического Государственного Университета. Вновь пришел замечательный гость, это выдающий современный историк войны Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, добрый день! Добрый день! Ну вот мы продолжаем начатый нами цикл бесед о советских полководцах времен Великой Отечественной войны. И сегодня мы поговорим о маршале Советского Союза Семене Михайловиче Буденном. Это легендарный советский полководец, командарм 1-й конной армии, один из первых маршалов Советского Союза, который, в общем-то, отметился и в начальный период войны, вплоть до начала 43-го года. Он, по-моему, командовал несколькими фронтами. Вот давайте мы поговорим о той роли, которую Семен Михайлович сыграл в годы войны, тем более он ведь был и членом Ставки Верховного Главнокомандования и, в общем-то, входил в такой ближний круг Сталина. Вот насколько его полководческие дарования пригодились в этой войне, насколько он несет, так сказать, определенную долю вины вот в тех неудачах и даже катастрофах Великой Отечественной войны и где он все-таки показал вот свои способности как военачальник, как организатор. Ну, прежде всего, что стоит сказать, это буденные, это кавалерия. В недавнее время говорилось о том, что вот эти вот тупые рубаки, опыт гражданской войны, кавалерия с шашками, на самом деле это большое преувеличение, поскольку из кавалеристов, в том числе, выходили компетентные руководители механизированных соединений и даже уровни командующего фронта. Здесь, ну, за примерно далеко ходить не надо. И Жуков, и Рокоссовский, все это люди с кавалерийским прошлым. То же самое мы видим на стороне противника. Макензин, кавалерист, клейст, кавалерист. Кавалерия — это подвижный род войск, который действует иной раз в условиях открытых флангов. Поэтому компетенции кавалерийские — это не то, как, там, подковать лошадей или даже конезаводство. Это именно операции подвижных соединений. И Будённый, будучи, с одной стороны, связанным с кавалерией, он длительное время был инспектором кавалерии, и оказавшись назначенным на должность руководителя, командующего юго-западным направлением, то есть сразу достаточно высок должен, понятно, что у него был, с одной стороны, компетентный штаб. Руководил штабом один из наших, на самом деле, сильных штабистов — Покровский. Он после войны отметился, в том числе, и на военно-историческом поприще. То есть это человек, которого всегда ставили руководить штабом, и даже в случае, например, неудачи Соколовского в Белоруссии, зимой 43-го, 44-го года, Покровский остался на своей должности. Он думал, что его тоже снимут, но тем не менее к нему, как к штабисту, претензий не было. Это Василий Данилов, Соколовский, генерал армии, который командовал западный фронт. Да, и Покровский сохранил свою должность и сохранил свою должность при Черняховском, командующий уже 3-го Белорусского фронта. Так вот, у Будённого был сильный штаб, который его подпирал в организационных вопросах, но Будённый был человеком, чувствующим обстановку. Вот есть люди, которые считают обстановку, но это тоже важно. А Будённый чувствовал обстановку и просчитывал, или как-то даже, опять же, понимал, осознавал, что будет делать дальше противник. И это ему здорово помогло на должности командующего направления. Как с разведчиками, вот те разведчики, которые проваливаются, они становятся знаменитыми. А те, кто не проваливаются, они могут, как говорится, всю жизнь проработать, никто про них ничего не услышал. Вот точно так же были окружения. Если они реализованы, то они общеизвестны. Ну, Рядьма, например. Да, и в данном случае Умань. Они известны. А когда советским войскам удавалось выскочить из окружения, это не было настолько широко известной публики. Так вот, действия Будённого и Юго-Западного фронта в середине июля 41-го года — это как раз пример того, как удалось избежать катастрофы. Избежать катастрофы, причем даже в чистом варианте, не таком, как, например, Смоленск, где остается там узкий коридор в полуокруженном армии, а именно чистый выход из-под угрозы окружения. И началось это все с доклада Будённого в Ставку, когда он четко увидел, прочувствовал, потому что обстановка была туман войны, но Будённый явно почувствовал угрозу, которая исходит, называется, с левого фланга. Она еще только наметилась. Она назревала. Да, с одной стороны была просто брешь здоровая, но там немцы пошли на Киев. Опять же, было непонятно, то ли они будут штурмовать Киев, то ли они пойдут в тыл Юго-Западного фронта. И Будённый пишет Сталину о том, что необходимо предпринять такие-то меры, отходить назад. Естественно, отходить — это было действие, на которое шли с большой неохотой. Но, тем менее, Будённый сумел написать достаточно убедительно Сталину обоснование, что это надо сделать в любом случае. И это обоснование сработало директивой Ставки. Официально дается разрешение Юго-Западному направлению отходить. Это был выход из-под уже наметившегося окружения. И даже есть фраза Гальдера о том, что русские вышли из наметившегося для них котла. Естественно, очень много сделали конкретные командармы и даже командиры дивизии, которые действовали, можно сказать, как оркестр. Когда, например, Винницу сумели удержать плацдарм, через неё отошли войска на следующий рубеж, а немцы только могли смотреть, что мимо них уходит, они ничего с ними не могут сделать. Вот реально ничего не могут сделать. И из этого котла выскочили к 25 июля. Вот эта фраза Гальдера — 25 июля. Выскакивают, но дальше уже пошла, как говорится, загонная охота со всех сторон. То есть немцы снимают войска из-под Киева и бросают в тыл вот этим отходящим армиям. И тут уже что-то сделать было реально невозможно. Да, реально невозможно. Вот следующий шаг. Опять же, войска в боях несут потери, вынуждены что-то оставлять, там бросать орудия. Но Умань — это всё же вторая неделя августа. То есть реально замыкание окружения и до конца борьбы в этом окружении — это уже август. То есть был выигран срок, я думаю, недели три. Что такое эти три недели? Который сумел выиграть, на самом деле, и Будённый, и вот те командармы, тот же Мурзыченко, хочется прежде всего его назвать. В котле он попал в плен, тем не менее, вёл себя хорошо. Да, он был реабилитирован. Более того, вернулся в ряды армии и был награждён орденом Ленина. Да, он в фражку себе зашил ордена и так их всю войну и проносил. Так вот, что это дали три недели? Это не просто срок. Это срок на формирование новых дивизий. И резервная армия Чибисова приезжает как раз в начале августа. То есть если бы окружение состоялось даже недели раньше, то эта резервная армия, она бы приехала и, как говорится, её по частям разбили. А так она встаёт ещё на правобережье, даёт бой. То есть для немцев это был тоже такой неприятный сюрприз — едут раз новые войска. И всё оказалось вовремя. И в целом вот эта вот борьба на Украине, она стала одним из побудительных мотивов для Гитлера менять стратегию Берборосса, разворачиваться в сторону флангов. И дальше намечается опасность уже для всего Юго-Западного фронта под Киевом. И два человека. Первый человек — это Жуков, который говорит о том, что надо сдать Киев. На самом деле его предложение было очень простым — сдать именно город Киев, высвободить 100-тысячную армию 37-ю. Реально 100 тысяч человек, до зубов вооружённых, хорошая армия, выдержала штурм Киева июльский. Это Власов ей тогда командовал, да? Да, тогда командовал ей Власов. И вот этот ресурс его Жуков планировал использовать ещё где-то. Но Сталин сказал, что нет, мы Киев не сдаём. Ну да, у них конфликт ещё произошёл. Там, кстати, в этот конфликт масло-то подлил Мехлис. Да, Мехлис был человеком очень горячим, поэтому на все потом разбирательства поставили Маленкова, потому что Мехлис был махать шашкой. Ну так вот, Будённый говорит о том, что Юго-Западный фронт надо всё равно снова отводить. И вот на этот раз Сталин не пошёл ему навстречу, хотя у него за плечами был частичный успех с продлеванием жизни 6-й и 12-й армии, отходящей из Львовского выступа. В итоге он назначают вместо командующего Юго-Западного направления Тимашенко. Мы об этом уже говорили, потому что Будённый фактически ставил свою должность на карту в том плане, что это надо делать. Или мы отходим, или будет плохо. А если, что называется, начать вовремя отводить, конечно, были шансы. Но, конечно, призрачные, но, тем менее, вот повторить вот этот манёвр, определённые шансы, конечно, были, если начинать, опять же, вовремя это делать, заранее готовить позиции. Но, опять же, это демонстрирует способности Будённого в прогнозировании ситуации. Он ситуацию чувствовал. То есть он, условно говоря, просчитывал шаги противника, что было его сильной стороной, как именно военачальник. Именно вот просчитывал, иной раз в неявных условиях. Как он это делал, мы не можем заглянуть в голову Семёна Михайловича. Но, тем не менее, он очень чётко считал ситуацию, которая ещё не явно угрожала. То есть развитие ситуации могло пойти по разным вариантам. Да, и он считал, что это будет вот так. И тот же Шапошников, он потом, когда случилась киевская катастрофа, он как бы тоже бросил такую фразу на переговорах, она, что называется, осталась на телеграфной ленте, о том, что это можно было бы предвидеть. Будённый это предвидел, но тогда сочли, что надо рискнуть. Потому что война — это, в любом случае, риск. И оставлять такую позицию, как Днепр, надо было на это решиться. Ну да, естественно, всё-таки была... Когда можно было, ослабленную войсками, посадить одну дивизию на 30 километров, ей ничего не угрожало, когда перед ней почти километр воды. И это тоже было решение обоснованное. Опять же, это не была же Сталина. Это был Сталин вместе с Шапошником, уговаривали того же Кирпоноса, что успокойся, мы тебе дадим резервы, бьёмся дальше. Тем не менее, Будённый уперся, что нет. А его после этих событий перебросили уже на командование резервного фронта. Да, резервным фронтом. Там как раз произошла вот эта смена Жуков убывает под Ленинград. Будённого ставят уже не направление на фронт. Нельзя сказать, что наказание. Но в формальной точке зрения это было понижение. И в заключении о деятельности Будённого на юго-западном направлении стоит вспомнить, что говорил Покровский. Вот это наш видный штабист Симонову. Потому что Симонов всех опрашивал. И он отметил относительно Будённого такую вещь, что Будённый, будучи человеком, с одной стороны, без большого опыта командования крупными объединениями, тем не менее, умел слушать предложения и выбирать из них. То есть анализировать их, условно говоря. Он был человеком, способным не на отношениях, я начальник-то дурак, а на отношениях выслушать всех и понять, чье предложение наибольное дельное его развивать. И вот Покровский, на самом деле, который служил под началом Будённого, он имел понятно, что после войны все возможности сказать, ну, вы понимаете. Но тем не менее, он Симонову, и Симонов, который был готов любую точку зрения выслушать, он Симонову очень благожелательно высказался о Будённом, при том, что Покровский видел до 1945 года все. Понятно. То есть он мог сравнивать, условно говоря. И это, кстати, хорошее ведь качество у начальника, тем более у военного. То есть не действовать по принципу, если начальник, то все остальные, условно говоря, молчат и подчиняются. А вот уметь и, во-первых, наладить взаимодействие, во-вторых, не мешать профессионалам, условно говоря, и, в-третьих, учитывать... Вот именно слушать, потому что людям на месте может быть виднее. Когда сидит, что называется, штаб в Полтаве, он может не знать, не до конца ощущать, что там происходит под Кременчугом или еще где-то. И вот умение слушать, оно было важным. Поэтому вот такой вот рубака... На самом деле, в войсках, да, в войсках Будённом была рубака. Если там читать воспоминания по той же Уманской драме, люди думали, вот сейчас нам прискачет Будённый кавалерийским корпусом во главе конной лавы, и нас спасет. Ну, это, понятно, что была надежда достаточно слабая, но, тем не менее, Юго-Западное направление, что могло, это делало. И тут уже действия противника, они смешивали все карты. Когда на выручку у Манцем идет стрелковая дивизия, конечно, у него там командир, бывший генерал химслужбы, понятно, что... Кто был, кого и поставили. И тут в эту дивизию пролетает отправившаяся от Киева танки. Понятно, что дивизия только что сформирована, во главе с генералом химслужбы, а ее просто вот в клочья разносят. Ну, да, да. И тут обстоятельства играли против. Понятно, что когда Манштейн в 44-м воевал, я не могу сказать, что он тоже продемонстрировал какие-то мегавершины... Ну, да, чудеса полководческого искусства. Да, в тяжелой ситуации их демонстрировать тяжело. То же самое было с изерным фронтом под Вязьмой-Брянском. Когда немцы сосредотачивают миллион восемьсот тысяч человек, три танковых группы. Ничего себе. Угу. Три танковых группы в Франции хватило одной, ну, полутора танковых групп в целой стране. На московском направлении сосредотачивают колоссальные силы авиации. Три танковых группы пополнены. И когда они идут вперед, и опять же, разведка, она не могла догадаться, что немцы настолько быстро сманеврируют, и у Западного резервного фронтов шансов выжить не было. Но три танковых группы, это, условно говоря, суммарно, там где-то полмиллиона человек. Да, полмиллиона человек. Да, и самое главное, полмиллиона человек полностью моторизованы, они пешком не ходят. Да, это танки, мотопехота, артиллерия тоже на машинной тяге, а не на лошадках. Да, механической тяге. Поэтому тут уже, что называется, останется там на посту командующего резервным фронтом тот Жуков. Я все же с осторожностью отношусь к тому, что вот Жуков сыграл бы в Вязьме лучше. Потому что, опять же, если смотреть там битву за Москву, вот Жуков, например, в ноябре точно действий немцев все же не просчитал. У меня, кстати, дед воевал в Вязьмском котле. Он попал там в окружение, вышел из этого окружения. Потом он воевал уже в составе, по-моему, 33-й армии на Калининском фронте. После пулевого ранения он уже воевал на Воронежском фронте в составе, по-моему, 38-й армии. И вот в составе, да, это в 1942 году. Он там получит в ноябре ранение тяжелое, потом вылечится. И в составе этой же армии он будет принимать участие в Курской дуге. И потом будет брать Киев, потом дойдет до Прута, Черновце. И из Черновцов их перебросят уже под Чернополь. Там будут формировать уже 4-й украинский фронт 2-го состава. И он вот в составе этого 4-го украинского, той же 38-й армии Москаленка, уже в Морабской острове закончил войну. Поэтому я хорошо знаю вот это. Ну да, но вот как бы то, что Будённый остался в итоге без войск. Понятно, что резервный фронт упразднили, все отдали Жукову. А вот следующая страница действий Будённого — это северо-капказское направление. На самом деле это получился такой очень своеобразный маневр, когда Октябрьский, командующий Черноморским флотом... Просто я прошу прощения, минуточку. Дело в том, что уже когда немцы начали наступление на Москву, первый, то западные резервные фронты будут объединены под единым командованием Жукова, который вернется с Ленинграда. И поэтому Будённый останется, что называется, неудел. В резерве командовании. Да, в резерве, будет членом Ставки. А потом он уже будет направлен как раз на Кавказ, когда начнутся активные действия. На Кавказ его отправляют как раз по Кресне, да... По-моему, апрель 42-го года. Да, апрель 42-го года, когда происходит на самом деле такой хитрый маневр со стороны адмирала Октябрьского, который на самом деле не очень теплые отношения сложились с Козловым, командующим Крымским фронтом. И появление вот этого северокавказского направления позволяет Октябрьскому выйти из-под командования Козлова и, так сказать, больше не выслушивать его выволочки по отношению Севастополя. Я прошу прощения, то есть в оперативном отношении командование Черноморским флотом подчинялось командованию Крымским фронтом, правильно? Да, с начала 42-го года было именно так. И, собственно, из-за этого, так сказать, были конфликты именно личностные. А так Октябрьский стал подчиняться Буденному, и на самом деле Буденному досталась вот эта вся драма, связанная с потерей Крымского фронта, когда немцы обкатали все новейшие вооружения, так сказать, все, что можно было, бросили, в том числе авиакорпус Рюнгофина, на то, чтобы достижение конкретной цели очищения Керченского полуострова. И здесь хорошо, что Буденному оказался на месте ввиду того, что нужно было срочно с помощью Тюлькиного флота, как это тогда называли, эвакуировать хотя бы что-то из района Керчи. И там вывезли, на самом деле, довольно много народу, учитывая, что это все происходило под ударами с воздуха. Очень быстро, да? Да, понятно, что были и промахи, то есть могли, на самом деле, там потом, я читал отчет артиллерии Крымского фронта, они говорили, что можно было артиллерию перетащить, в принципе, ситуация позволяла рискнуть и перетащить даже Пушкина. Пушки побросали в Керчи, понятно, что боеприпасы там побросали, взорвали, но дальше надвигаются вот эти все грозные события по ходу немцев за нефтью. И здесь Буденный вполне четко обозначил, что нужно обороняться, на самом деле, не пытаться цепляться за открытую местность, особенно в условиях, когда немцы хозяйничают в воздухе. То есть уйти к горам ближе? Да, на два рубежа. То есть он наметил сразу те рубежи, на которых немцы восстановили. Это главный кавказский хребет, река Терек. Буденный убеждает Ставку, что за Дон не удержимся. И реально это было удержаться нереально, потому что просто Пушкин, что был огромный брешь между Юго-Западным фронтом, который стал сталинградским, и отходящим Южным фронтом, с которого снимают Малиновского после потери Ростова, и брешь, который немцы легко обходят, форсируют Дон и цеплятся за рубеж Дона. Это просто угрожает тому, что обойдут, прижмут к горам и дальше поедут в пустое пространство. Но, тем не менее, здесь случается такая неприятность в лице форсирования немцами перевалов. Потому что ситуация там на самом деле получилась, ну, такая, я бы сказал, трагикомическая, когда директивы Ставки приходят, объясняющие, что произойдет. То есть из Ставки пишут, что вы напрасно не уделяете внимания обороне перевалов, что в это время года очень опасно. А немцы уже эти перевалы... Они уже, понятно, что их сдержали, но это уже, как говорится, присылают из Москвы Берию, как человека знакомого с местной спецификой, с местными кадрами. И ситуацию на самом деле оккупировали, справились. Известно там Марухский перевал, тяжелые бои, то есть кто из тех мест, я думаю, это название хорошо вспомнит. Да и многие, кто... Фронтовики. И фронтовики, на самом деле, кто читал книги в советский период, 70-е, это был одним из таких знаковых. Но тем не менее, для Буденного это был конец карьеры с точки зрения командующего непосредственно на фронте. Его отправляют инспекции кавалерии. И здесь я могу сказать следующее, что вот у нас есть такой военачальник, как Гудериан, которого в декабре 41-го года снимают с командования второй танк в армии, отправляют в резерв, и потом он становится генерал-инспектором танковых войск. По-моему, до середины 44-го года. Ну, даже до того, как он станет начальником штаба. Инспекция — это должность, тоже требующая высоких компетенций. Кавалерия в Красной армии во второй половине войны решала узкие, но тем не менее, достаточно важные задачи. Как правило, образование внешнего фронта и окружения. И постановка Буденного, как человека, хорошо знакомого с маневренными действиями на кавалерии и знаниями ее специфики, как общее руководство и общая организация. То, что у нас в конце войны были семь корпусов кавалерийских, все гвардейские и действовали, что называется, против королевских тигров под Балатоном и Веленцы, и шли на соединение с союзниками на Эльбу, и, как говорится, рубили отходящих из хальпского котла под Берлином, то, что каждый раз везде использовалась кавалерия. Она использовалась даже в Восточной Пруссии. И то, что поставили Буденного на эту позицию, это, опять же, объясняется, во-первых, полководитель должен быть знаменем. Поэтому в любом случае тех людей, которые были связаны с какими-то неудачами, и старались отодвигать на второй план. Но это не означает, что человека, способного организовать дело, и способного, опять же, и слушать подчиненных, и понимать, как распределять ресурсы, что его надо, как говорится, сослать на Дальний Восток или в Среднюю Азию, это неправильно. И его поставили на свое место. На самом деле, всегда все операции кавалерии разбирались, в том числе, принимались кадровые решения, когда, например, за неправильное использование кавалерии тоже могли снять командира корпуса, поставить другого. Это происходило только в лед, несмотря на то, что это был 1943-1944 год. И кавалерия действовала очень хорошо, правильно, и, главное, ее перебрасывали в нужное направление, например, плива в Белоруссию перед наступлением в лесах. Это тоже, опять же, результат деятельности. Семен Михайлович. Да, Семен Михайлович. Не надо это недооценивать. Он, опять же, пережил тяжелый период, когда трудно было оказываться знаменем, за которым только успехи. И я не склонен его считать именно такой негативной фигурой. Это фигура, за которой, что нужно всегда помнить, что уманская драма и ввод резервной армии благодаря ему состоялась именно в том виде, в котором она состоялась, и вызвав большую досаду немцев. Вот это достижение само по себе от дорогого стоит. Кстати, я напомню, что Семен Михайлович тоже был удостоен полководческого ордена Суворова первой степени. Я думаю, что тоже по праву. За годы войны. Ну что, Алексей Валерьевич, на этом мы, наверное, закончим сегодняшнюю нашу передачу. Ну, а в следующую нашу передачу мы поговорим уже о других советских полководцев, которые несли неоценимый вклад в победу советского народа и Советского Союза над нацистской Германией. Да, война — это личности. Да, война. В личностях всегда изучать очень интересно. Интересно, да. И я думаю, что это все будет поучительно, потому что у нас, к сожалению, к печальному нашему сожалению, сейчас большинство школьников не знают даже Жукова, не говоря уже о других полководцах Великой Отечественной. И вот этот рассказ ваш о Димашенко и об Уденном, он дорогого стоит. Я вам приношу искренне благодарность за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Да, ну а с вами, дорогие друзья, я в очередной раз прощаюсь. Всем доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова